Приветствую всех, дорогие друзья! С вами черный металл в игре Savage Land. Текс. Решил я тут сбегать на свое прежнее место обиталища. Нашел я, кстати, железо. Не понял. Выше что ли надо брать? Нашел я железо, нашел я также серебро. Потом покажу вам, где я нашел это. Запись, к сожалению, я выкладывать не стал. Что-то у меня оно глючное какое-то получилось. Тормозит как-то. Не пойму почему. Игра не тормозила, запись тормозит. Фиг поймешь. Но я вам скажу, после того, как я сделал сталь, жизнь сразу стала веселей. Да, кстати, тут еще ночью надо сбегать же. Волк привить. Ой, я забыл, как совсем. Ладно. Забежим, прибьем попозже. Ну, как бы добывать уже резики стало довольно-таки удобно. Это опять тим. Тим мне нафиг не нужен. Мне вот угля, от угля здесь не хватает. Это просто жесть. Чтобы сделать сталь, вам нужно два кусочка железной руды, в первую очередь, один кусочек угля. После чего вам нужно один кусочек угля, чтобы сделать сталь и два сливка железа. Но уголь здесь расходует. Это не то, что кошмарных количеств. Он тут так. Пу, и нету. Меня это немного даже попугивать начинает. Такого просто я не ожидал, что так вот уголь будет быстро расходоваться. Хотя он как быстро расходуется? Ну, вообще, моментом-то. Хоп и нет его. Но остальным уже молоточком добывать ресурсики становится довольно-таки... Даже приятно, что... Так, здесь я помню, волки были. Должны быть, по крайней мере. Но вижу кабана. Раз кабанчик. Раз кабанчик. Два кабанчика. Все, готово. Да, животные начали респиться. Это хорошо. Там сразу скажу, очень хорошо. Потому что без респауна животных я тут от голода, наверное, уже давным-давно помер. Хотя бы чем-то подлегчишь. Ага, стрелы, значит, летят по параболе. Надо выше брать. Ну, ладненько. Будем учитывать это. Надо только привыкнуть, как стрелять здесь правильно. Да, и надо стрелы запасом наделать. Для этого нужно целая трещина фринта. Вот уже более-менее начинаем к луку привыкать. Кабаны с лука с одного удара уходить до хивы. Простота просто такая. Так, есть еще чем поживиться в этом лесу. Ну, удиви меня, игра. Игра. Удиви меня, говорю, зараза. Так, ладно. Кабанидзе под стрелем. Блин, я лосяшу вижу. Попробовать его грохнуть, не попробовать. Попробуем. Эт, что еще? А, это же стрела бывает устает. Ну, вижу лосяша. Давайте попробуем его в бошку. Эх, стоит. Бронебойная обезьяна. Туда и побег. Вот, блин, теперь его ищи тут, в этом лесу. Так, грибочков тоже пособираю, на всякий случай. Потому что тут, насколько я помню, только в определенных локациях есть определенные вещи. При других локациях вы можете этого просто не найти, банально. Сразу говорю, так что, собирайте запасы, чтобы не бегать туда-сюда по 50 раз. Это такой полезненький совет. Как бы в этой игре, как я не знаю точно, но могу предположить, что все игры насчет этих темы абсолютно одинаковы. Ну, вот, тины я насобираю, конечно, тоже, но у них в пень колоду не сдался. Можно было бы с него стрелы сделать, было бы хорошо. А так он бесполезен. Так, я опять вернулся к этой фиге. А, чё, круг? А, так я круг сделал по-моему. Какая милота. Я там просто сундучок еще один забыл. В старом домике. Но решил как раз пофармить места. И заодно забрать сундучок. Э, тут еще у нас есть. Да, ну, скорее всего, ночью дождусь. Потом пойду волка завалю. Что-то все-таки босс, как бы никак. С него какой-то артефакт там падает. У меня он хоть есть, но я не знаю, зачем он нужно. А второй никогда не помешает. А вот и олень. Готов олень. А, получается, если я из заливних стреляю, они даже не обращают внимание, что я по ним стреляю. Ну, ладненько, это тоже не подойдет. Ей, так тоже повеселюсь. Нет, чё. Плохо, что ли? Так, здесь где-то... Должны быть медведи. М-м-м, вы издеваетесь, да? М-м-м, вы издеваетесь, да? Хм. Вот еще травка. Эта травка позволяет вам делать улучшенные бинты. Ее вы тоже собираете, не знаю. Хочу штуку 80 собрать улучшенных бинтов. Кстати говоря, у меня начинает кое-что подмерзать. Чё-то я как-то не заметил даже, как я начал мерзнуть. Бывает. Зулк игры я сделал потише. Чё-то у меня какая-то тут беда со зулком была. Санкционисты слышали даже. Не понял я этого юмора, правда? Да, правильно. Как всегда на меня падает. А! 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 Вот и ничего не меняется. Абсолютно ничего. Всегда дерево падает на меня. Закон, блин, как там это вызовет. М-м-м-м, Ньютона, вот. Если вы рубите дерево, то обязательно оно на вас упадет. Ну, это я так. Уже издеваюсь, но издевается надо мной игра. Что я обратил внимание. Каждый раз, когда я поджигодирую, он обязательно упадет тоже на меня. Всё. Вон-ка, просто сейчас стало добывать. С одного удара рубить. Я даже на второй молд посиделать не буду нафигу. Ну, вот насчет тина, конечно. Но тут вопрос хороший. Нужен ли он вообще мне? Как бы, я если нашел уже месторождение, как бы, более таких ценных ресурсов. Вот здесь вот волк появляется. В этой вот локации. Чтобы вы понимали. Я вот здесь хочу подождать. Как, кстати, подождать. Так, а ну с тобой у меня бандажки-то с тобой, блин, есть вообще? Ну, это улучшенные бандажки, а обычные где? О, вот они. Так, это я читал? Не знаю. Уже прочитал. Так, а-а-а-а. Есть ещё животинка тут. Потом хочу сходить волку заварить. Вот в этом месте, вы запомните, находится. Появляется он только по ночам. Потом я здесь нашёл деревушку ещё одну, вот там, где железо надыбывал. Могу предположить, что в этой деревушке тоже противники по ночам появляются. Но я туда днём сбегаю, потому что я хочу там территорию разведать. Там я нашёл серебро, нашёл железо. Не так много, если честно. Его мало там совсем. Вот флинт не точно нужен будет. Там мало совсем железа, но... Как бы побегать его хотя бы поискать можно. Например, остальное вот это вот фигню я себе сделать уже смог. Мне бы ещё до Силдера какой-то там брони дойти. Вот как до неё дойти, вот этот вопрос хороший. И в основном чем? В основном тем, что я не знаю, где там какие-то лунные материалы. Сейчас я вам покажу. Вот эфка... Нет, не эфка. Это жизнь у меня поставил. Вот тут, чтобы сделать серебряный, по сути, ну вот даже серебряный топор, нужна вот такая вот радианген фрагмент. А вот как этот фрагмент делается? Я вот не знаю. Хотя давайте посмотрим, может, где-то тут есть. Я очень сомневаюсь. Это скорее всего где-то находится. Хотя, блин, фиг его знает. О, телепорт, other plowers to you. Так, это суммоним корп. Так, это телепортер, что ли? Ну, подумаем, посмотрим потом. Проверю, проверю. У меня тут немножко есть этих фишечек, негиплюшечек. Надо будет поэкспериментировать. То есть, это телепортер это будет неплохо. Так, куда-нибудь убежал, фиг знает куда взял, телепортнулся. Ладно, это я проэкспериментирую уже потом. Угу, понятненько. Здесь я уже все обработал. Ну, пошли к башне дракона тут, посмотрим, что там есть. К башне дракона там вроде много желез было. Железа нам не нужно, а мне нужно животинка. Ой. Знаете, по большому счету, у меня персонажи здесь такое количество времени уже бегает. Просто типа бегает туда-сюда. Что у него икры на ногах уже должны были такой степени натренироваться. Ой, чтобы он вообще бы не задыхался. Так, 30 километров, знаете, пробежал так, а. Взял так, пылинки сдул и пошел дальше даже не задыхаясь. Слушай, реально, если лучше посчитать, сколько я здесь бегаю, почему разработчики не добавили. Вот это дурдом солнышко. Это вот честно скажу. Бегает он здесь жесть. Надо посмотреть какую-то игру. Я помню, играл. Там вот как раз таки от бега тренировался чувачок. То есть он быстрее мог бегать. Ну не быстрее бегать, а дольше бегать. Там под конец он утренировываешься, сколько это, недели, две подряд. Я просто читерил, ставил бег вперед, и он бежал. В этой игрушке не разрешалось, только она онлайн была, добывать с помощью скриптов ресурсы и всякую остальную бату. А ставить колпачок от ручки в клавиатуру и бежать сколько угодно, это не запрещалось. Зал вопрос тогда и так делал. Ну, прокачался мне персонаж, я помню, еще там по-русски. В беге, по крайней мере. Ну, играть времени в нее не было, так что, по крайней мере, бегал он там еще делать-то и не умел. Так, где мой там бывший домяра-то? Так, это у нас... Да, это то, что мне нужно. Так, блин-то надо побольше надыбать. Стрел сделать штук. 400-600. Цветочки, конечно, эти, да, полезные, но, блин. Если хоть бегать так, собирать, это вообще не кайф. Хотя бандашки там под 60 хп дают. Как бы они того стоят. А вот еще два цветочка. Я же сказал, блин, два. Че он один-то? А, ладно. Так что, граждане, не занимайтесь зарядкой, иначе будете, как у меня, как персонажик. Ну, конечно, извините, что я повторяюсь, но меня это просто добивает. Вот, Тин Хаммер. Нормальненько. Уголяшка. Слушайте, я его точно не помню, но они вроде все-таки, Тин. Они изменили все-таки картинки руды, потому что раньше, я помню, у картинки всегда руды были одинаковые. То есть, вы не могли отличить одну руду от другой. Сейчас вроде бы как-то и можно. А, блин. Нет, опять не. И надо бы запомнить. Ну, вообще, если здесь, как бы, стелиться жить, то так более-менее нормально. Ну, здесь много Тина, который мне, правда, уже в пень колоду не сдался, потому что я на сталь перешел. Уголь, да. Уголь, к сожалению, здесь это все. Это я вам сразу скажу. Видите, уголь сразу собирайте. Это, знаете, как в 7 days. Уголя много не бывает. Потому что вам, как когда кажется, что вы много, на самом деле у них нифига. Как только вы начинаете его использовать, он вдруг почему-то резко кончает. Так, мне вообще не сюда надо, мне надо и сбежать к своему душному домику. А мой бывший домик, а мой бывший домик. Здесь что у нас? Нифига. А я что, сюда залезть не могу? Ну, елышкин тыкбар. Фу. Да, конечно, да, тут с прорисовкой, с дальностью прорисовки разработчики перемудрили. Вообще, по ужасу перемудрили. Ну, не ума, не фантазия, это я только единственное, что могу сказать. Как так можно было сделать? Ну, да, конечно. Хотите узнать, как спросите у них сами. Ай, даже обидно. Так, давай хавай. Так, сейчас бегаем, погреемся. Потом пойдем в волчонку, лилей наваляем. Как раз-таки скоро закат будет. А, мне слунычок нас забрать. Волочную. Так, а где он? Кролик, привет. Я тебе тут не помешаю. Так. Ну, не знаю, помешал или нет, это не столь важно. Сейчас пока надо подогреться немножко. Торн, чего? Ой, господи, это фигня. Так, а что я вообще могу сделать? Бонн даст. Ну, для начала так сделаем. А, компас, кстати, сделал. Правда, еще не пользовался. У него для красоты лежит. Значит, стрелы я могу делать, собственно, это интересно. То есть стрелы я могу делать даже без крафтового стола. Нормально. Что я могу вообще еще сделать такого полезненького? Бандажки сделаю. А улучшенные бандажки я сейчас-то могу сделать? Могу. Отлично. Итак, у нас теперь есть еще и улучшенные бандажки. Чудеса. Итак, у меня есть ягоды, у меня есть вот такая вот халопатейтен, которая нафига нужна, даже не знаю. Текст. А зачем мне ботинки кожаные? Ладненько. Волмстон. Ладненько. Аэронора. Ладно, это пусть будет. Купер, это ладно. Это что у нас? А, слитки. Так, все, что надо, я забрал. Так, давайте-ка разбегаем еще. Надыбаем. Флинтюку. И надо к ночи бежать, боссы валить. Это я тоже, наверное, на запись сделаю. Филы завалю. Это тин опять. Ну ладно. Тин так тин. У меня угли, правда. Ох, я чувствую, они сюда еще придут бегать за этим углем. Потому что это нереально как-то его там уходит. Потому что, не знаю, какие запасы-то его надо делать. Ну а тин, ну не знаю, что тин нам делать. Может потом найду какой-нибудь рецепт на лавянные стрелы. Они хоть, может, по ДПС не будут. Надеюсь. Хотя, очень сомневаюсь. Угу, тут шесть кусочек выпало. Угля только пять, либо поэтому. Это тин, да? Да. Можно было и не угадывать. Ну вот здесь вот для первоначального вашего развития, как бы, все возможно. Развивайтесь не хочу. Вот так вот вам скажу. Так. Яблочки скушаем, потому что нафиг они мне сдались вообще. Кстати, я здесь нигде я ел, никак и не видел. Это меня немножко даже беспокоит. Так, а что у меня вообще с местом-то? Ну, место вроде как еще есть. Ну, довольно-таки прилично, да. Ммм, ммм. Ну. Да, место еще есть. Хватает. погоди, ничего, сейчас рискнули, что ли, только что. Что-то я... чтобы не догнал а нет просто два получается вязали я уже думал не отрезка момент жаль жаль и так здесь я все взял тут уже делать по сути нечего это мясо я себе сейчас приготовлю как всегда кстати а чё я вообще так передние слоты то ничего не вставляю так это ну чё такое полкинг лауч дыраблити сто шестьдесят домашних так упорченные помошки третит твои налево чё их с собой ношу я думал это какой-то мясо вообще гибрид пополам да бывает я думаю что мясо какое-то особенно мясо сказал бы я про себя пару слов про мясо привет кабанела оп оп что-то рогов они мало стали давать раньше побольше были флинт сразу вы собираете в громадных количествах потому что он здесь расходует сток на ура это стрелы в первую очередь стрелы это даже противники кстати говоря здесь как ни странно стрелы хорошо бьют скелетов мне это честно говоря не очень понравилось всё же таки скелет ну стрела ну пролетит между реберами ему то чё ему то то не холодно что-то разработчики перемудрились со стрелами надо было им сделать так что по скелетам вообще урон со стрелами шёл они сделали так что урон идёт довольно таки что еще вдобавок сколько помню не надо вот сюда вот закарцеваться угу угу не место у меня еще есть а чё он у меня быстро и доступ там выкладывается всё странно как и это я помню здесь был домишко не сложный и 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